Сегодня Федерация Панкратиона города Москвы находится в гостях у заслуженного тренера России Нурмагомедова Абдулманапа Магомедовича. Здравствуйте, Абдулманап. Следующие два Ваших ученика, которые на данный момент представляют компанию Fight Night, это Мавлидин Хайбулаев и Мурат Мачаев. У этих спортсменов в ближайшее время будет поединок. Расскажите, пожалуйста, про этих спортсменов. Мурат Мачаев и Мавлидин Хайбулаев по 7-8 лет у вас занимались у меня. И тот, и другой. Через день в Шамилу, через день ко мне, из нашей школы, у Рад Мачаев. На его время, на его время, в зале были такие чемпионы мира, как Магомед Ибрагимов, Хабил Мурмагомедов, его вестер, Хабила Рустам, у Рад Мачаев. Он рос в очень сильнейшем бойцам. Набрал очень хороший опыт среди этих ребят и тендерировался у меня. Очень хорошая борьба. Сам воспитан, дисциплинирован. Я думаю, он может показать очень хороший бой против Сарнашка. Это первые полтора раунда. Следующий полтора раунда, я думаю, что-то из-за функционалки, из-за опыта выступления до границы, преимущество будет иметь Сарнашка Александра. Поэтому это очень хороший бой, где я сделаю сталкивание своего ученика Мурата Мачаева. Мы в зале работали почти дневную неделю с ребятами, тактическим, техническим. И телевизионная компания с Москвой приезжала, снимали наши тренировки. Я думаю, Мурат не разреширует нас. В бою может быть все. Я думаю, это второй бой в России после Василевского и Шлеменка. Это очень хороший бой. Теперь Мавлидин Хайгулай. Он идет в этой организации без проявища. Он приезжает домой, готовится у нас, когда в Москве, готовится детство команды Fight Night. Это мой воспитатель. В Fight Night там несколько моих учеников. Почему им не быть в Fight Night, когда по всему миру и в Софии, и в ЮСИ, и в РУФе, и в Китае, и везде, есть в российских организациях, и в МОДИН, и в ПРУФСИ. Общее количество их 17 человек, сегодня выступающих учеников. Поэтому и в этой организации у меня один из лучших, хороших бойцов, этот Мавлидин Хайгулай. Он идет там без проигрыша, с хорошим рекордом. Дерется 26-го, я надеюсь, что на него, он будет драться про два пояса. Он очень хорош, и я надеюсь, на многие деньги, будут еще очень хорошие его обереги. 26-го будет жарко, приходите болеть на Fight Night. Следующий вопрос, Абдул Манад. Ислам Махачев. Два поединка в UFC, одна победа, крайнее поражение. По поводу этого спортсмена, пожалуйста. Многое отвечал на этот вопрос. Первый бой он провел очень хорошо. Во-вторых, конечно, была допущена ошибка, где Ислам Махачев упал. А те, кто в этих боях, были на таком уровне, никто не застрахован. Рейкорд 12-1, 11 флагов в его боях. Это не просто так. Очень перспективный, хороший боец. Из тех, кто, которые там у меня есть, самый молодой, самый перспективный боец. Ислам после этого добавил физики. Добавил других аспектов в борьбе. Мы даже хотели, чтобы он выступил на чемпионате Дагестана по больной борьбе. Тренируется сейчас очень хорошо, смешанный этим единоборством. И по боевому самбу прошел последний курс. Чуть-чуть простыл. По-моему, выступить или нет, на 9-13-е будет нам сняться, готовиться лучше к своему бою. Планируем 16 апреля готовить этот один вечер с Хабибом, чтобы он выступил. Он прошел сборки Славовский, прошел Спартаке-Махачкале. Очень помог ему. Значит, и те, кто его раньше помогали, где него отправляют на свои сборы, готовят. И сейчас, я думаю, он очень в хорошей форме. Если через два месяца будет царь, для него это будет подарок. Потому что, видите, на такие кондиции, он прошел два хороших года, и с Устаном, и очень много хороших ребят, и Султан Алиев там, и Магомед Керимов Магомед. Там ребята с ним очень хорошо готовились. Нам помогал Алий-боксер с братьями Чудиновой там по боксу помогали. В плане ударной техники, грепплинга, борьбы, боевого самба, он прошел все эти моменты. После этого поражили 4 сбора. Он сейчас хороший. Он на хорошем уровне, я думаю, нам уже бой. Мы покажем, что мы способны. Одно-осечка, не значит, что руки опускаем. Поднялись, и опять бой. Абдулманаб, сейчас два ваших ученика, это Марат Магомедов и Абубакар Магомедов, выступают в компании ВСОВ. Пару слов про этих учеников. Первый свой бой Марат Магомедов съел ничью, выиграл два первых раунда, подустал в конце, будем самокритичны здесь, и проиграл третий раунд. Что не хватило Марату? Марат долгое время тот, что даже как Хабиб сделал крестообразную связку, оперировал и входил в форму очень долго, восстанавливался. Его был на таком уровне, это его был первый хороший бой. Делал он, соперники были не сильнее, в Саратове, и в Дагестане, где он дрался, в кранном бою, у него был хороший соперник, очень хороший ударник, веностор с большим весом, мы это знали. Но Марат против этого имел преимущество в борьбе, в тактическом плане, в техническом плане, в ударной технике. От Марата соперник даже превосходил, но в нужный момент его переводил. За все время он перевел в семь раз. Контролировал ситуацию, под камни с устал, и поэтому вот такая ничья. Я думаю, это неплохо, ничья при таком бое и при таком раскладе сил. Марат знает, что надо делать, я в этом буду ему очень помогать. Оставил направление в тренировочный процесс, он был и в Бахрейне с ребятами, сейчас, я думаю, он будет и на зарплате, будет ездить, готовиться, будет выступать. Я думаю, начало хорошее, Марат. То, что не проиграл, это уже хорошо. Желательно было бы выиграть, но что получилось, то получилось. А в дальнейшем мы постараемся порадовать наших болельщиков. И на Марата, я очень надеюсь, он очень умный, грамотный парень. Насчет Абвакара. Абвакар, последний бой, тактически очень правильно управился, соперник был очень большой, выиграл три подряд двое. Если он сейчас выиграет 1 апреля, у него предстоит бой, он будет драться за пояс в СОФе. Я думаю, обладатель пояса в СОФ спокойно может быть подписан в UFC. Это один из трех ведущих организаций мира. Там очень хорошие бойцы. Я думаю, с каждым годом Абвакар растет. И это бои показывают, что он на боях с хорошими соперниками находит к ним ключ и выигрывает их. Когда мы выведем экстра класса хороших бойцов, потом рассмотрим, сколько он готов. А сейчас он на данном этапе представляет поставленные задачи. И то, что у него 3-0 в СОФе, это о чем-то говорит. Если он сейчас выиграет четвертый бой, так же единогласное обещание будет досрочно. Я думаю, это заявка на пояс в СОФе. Про этих двух бойцов я думаю, в СОФе вот такая информация. Абдулманаб, недавно состоялся поединок между Вратаняном и Хсбулаевым. Мы уже как бы видели этот поединок, знаем его результат. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этого поединка. Вратаняном подошел к этому бою очень хорошо. И тактически, и физически подготовлен. У него всегда была хорошая пара. Мне нравилась ситуация. Он у меня проходил сбор. Я знаю, насколько он умеет бороться. Тактически, грамотно вести бой. На этот бой хорошо подошел и физически, и тактически подготовлен. И свой план реализовал в Вратаняном. И он достойно выиграл этот бой. Насчет Хасбулаева. Хасбулаева после этого боя, я видел его через неделю 10 на тренировке и был на сборах. Хасбулаев на сборах рос, как будто начинал новый парень заниматься. Вот так рос. В неделю, в следующей неделе и так на протяжении всего этого времени. Потом после этого через 3 дня опять на сборах он был по боевым самым, опять рос. А что он делал для главного боя, когда у него в Вратаняном бой? Я поражаюсь. Я поражаюсь. Как можно было подойти, лучший соперник, вот так и не подготовить. Это видели все, не я, а дым. Это все, кто были на сборах, 22 человека. Человек добавлял от дня, я вот так на сборах видно, но видимо, человек не готовился, были свои проблемы и так далее. Увидим, хороший бой, матч реванш или в другом бою. Ну то есть, правильно, этот поединок как бы может получить еще продолжение. Я думаю, что эта история между этими двумя спортсменами еще далеко не закончена. кто-нибудь таким в бою видели, Хаспулаев? Я думаю, нет. Соглашусь с вами, да. Таким, чтобы 6-7 минут подрался, возился и все время внизу оказался. Такого мы Хаспулаева не знаем и не видели раньше. Ну, причины боя разные, может быть, это не позволил его подготовка. Много нюансов в этом плане, но то, что я видел на двух сборах, человек 27-8 раз подтягивался, на сбор пришел 19 раз подтягивался. Элементарные вещи. Когда он у меня тренировался, он сдавал каждый месяц 12 зачетов. И канат, и брусья, и подтягивания, и отжимания, все. А тут на уровне тройки после боя, после главного боя. Я поражаюсь. Я думаю, выводы, наверное, сделают. А в Артене желаю удачи.